В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Видели ли вы когда-нибудь стеклянные шарики? В нашем детстве они очень высоко ценились. Обладатель такого шарика старался не расставаться с ним ни на минутку. Почему? Да потому что он круглый и прозрачный. Посмотришь через него, и все вокруг становится совершенно необычным. А когда на него падает солнечный луч, то он словно сам становится солнечным. Что-то и увлекся воспоминаниями. А все из-за вот этой книги. Есть в ней одна сказка, которая так и называется – «Стеклянный шарик». Главное действующее лицо – один наш хороший знакомый. Однажды в стране придуманных историй… «Нюка-нюка, что там у нас интересненького?» Во дворе прямо напротив окна стояла табличка с надписью. «Не опоздай на утренний чай ждем!» Прочитал «Нюка» и тут же бегом направился в сторону дома сын Бернара-Бернара. «Ага-га-га-га-га-га!» Воскликнул Гусь-Гусич, увидев запыхавшегося Нюку. «Мир перевернулся вверх тормашками!» «Этот поросенок даже не опоздал!» «Ха-ха-ха! Неслыханно! Неслыханно!» После чего друзья сели завтракать. Нюка уже доедал вторую добавку к третьей тарелке овсянки с изюмом, когда вдруг случайный солнечный луч упал на стол и отыскал на нем незамеченный ранее Нюкой стеклянный шарик. Шарик засветился, и Нюка не мог оторвать от него глаз. «Что это? Ой! Я не сплю! Неужели это самый настоящий стеклянный шарик, о котором я так давно мечтаю?» «Мечтаешь?» – удивился Бернард. «Как жаль, что мы этого не знали!» «Ага-га! А то не стали бы его дарить Орлику! Он, видимо, тоже мечтает!» «Знаешь, он так ему обрадовался!» – сообщил Бернард. «Ага-га!» «Так обрадовался, что от радости даже забыл его! Придется теперь нести!» «Нисти?» Нюка даже отодвинул от себя тарелку. «А можно я его отнесу? Прямо сейчас! Мне очень хочется обрадовать Орлика! У меня все равно что-то нет аппетита!» «Если не потеряешь его по дороге!» – промолвил Бернард. «Где это видано, чтобы Нюка ничего не потерял?» «Я ни за что, ни за что не потеряю этот замечательный шарик! Ни за что! Обещаю!» «Я думаю, мы можем доверить это дело нашему дорогому Нюке!» – улыбнулся Бернард. «Спасибо!» Радостно произнес Нюка и, взяв шарик со стола, тут же отправился к Орлику. Он шел по дороге осторожно-осторожно и нес перед собой этот замечательный шарик. «Так бы он, наверное, и дошел бы до дома Орлика, если бы… если бы не споткнулся о камень!» «Ой!» – сказал Нюка. «Он еле удержался на ногах!» «Только он-то удержался!» «А шарик упал в большую лужу!» «Бук!» «Что же теперь скажут Гусь-Гусич и Бернард?» «А что скажет Орлик?» – сказал Нюка, а затем решительно ответил себе. «Ничего не скажет, потому что никто ничего не узнает! Я обязательно, обязательно разыщу этот чудный шарик!» И Нюка полез в лужу. Лужа оказалась глубокая-преглубокая, но Нюка совсем не был этому рад. Он излазил ее и вдоль и поперек, но шарик никак не хотел ему попадаться. Тут-то и послышался топот конских копыт. «Это Орлик! Хорошо бы он меня не заметил!» И Нюка постарался стать совсем маленьким и совсем незаметным. «Нюка!» Обрадовался Орлик совсем маленькому и совсем незаметному поросенку. «Опять измеряешь лужи!» «Ага!» Кивнул Нюка. «Никуда не уходи! Я хочу тебе кое-что показать!» Произнес Орлик и поскакал дальше. «Надеюсь, он ничего не скажет Гусь-Гусичу и Бернару!» Вздохнул Нюка, и неизвестно, сколько бы он продолжал свои поиски, если бы вскоре не услышал. «Ха-ха-ха! Я так и думал! Он потерял стеклянный шарик Орлика!» Нюка испуганно обернулся. Около лужи стояли Гусь-Гусич, Бернар и Орлик. Бернар держал в руках лопату. «Не-не-не-не-не!» «Дорогой Нюка, не стоит так волноваться!» Произнес Бернар. «Я не-не-не-не волнуюсь, просто сегодня вода прохладная!» «А-а-а! Нюка, лучше скажи сразу! Ты потерял стеклянный шарик и не хочешь в этом сознаваться!» «И-и-и ничего я не потерял!» Насупился Нюка. «Просто решил посмотреть, глубока ли эта лужа, и немного в ней задержался!» «Нюка!» – попросил Орлик. «Не мог бы ты поскорее отдать мне стеклянный шарик!» «Мог бы!» – сказал Нюка и покраснел. «Если бы... Если бы не упал он в эту лужу и не пропал в ней!» «А-а-а-а! Что я говорил? Ну, что я говорил?» «Не стоит волноваться, друзья мои!» – остановил его Бернар. «Главное сейчас вынуть из лужи нашего юного друга, чтобы он не простыл!» «И найти мой стеклянный шарик!» – добавил Орлик. «Боюсь, найти шарик не получится!» – промямлил Нюка, выбираясь из лужи. «А-а-а! Это мы сейчас посмотрим!» Гусь-гусич взял лопату у Бернара и стал копать канавку от лужи к обочине. Через минуту по канавке побежал ручеек. Лужа стала мелеть, мелеть, а затем совсем обмелела. «Вот он!» – закричал Нюка. Бернар поднял шарик и начисто вытер его носовым платком. Шарик тут же засиял на солнышке. «Красота!» – восхищенно произнес Нюка. «Я знал, что тебе понравится!» – улыбнулся Орлик. «Ты давно мечтал о таком, поэтому я и выпросил этот шарик». «Поэтому это? Почему?» – захлопал глазами Нюка. «Потому что я хотел подарить его тебе. Возьми его, пожалуйста, и любуйся, сколько захочешь». «А-ха-ха-ха! Вот так история!» – загоготал гусь-гусич. А Нюка сказал. «Спасибо, Орлик!» Только Орлик уже этого не слышал. Он удалялся прочь, бормоча что-то себе под нос. «Кажется, с нашим другом Орликом опять случилось задумчивость», – улыбнулся Бернар, а потом строго добавил. «А ты, Нюка, немедленно отправляйся домой и переоденься в сухое, а то еще и вправду заболеешь». «А-ха-ха! И впредь никогда, да-да, никогда не бойся признаваться в своих промахах!» «И никогда не обманывай!» – добавил Бернар. «А то так и просидишь всю жизнь в луже!» «Ха-ха-ха! Спасибо, друзья!» Хрюкнул Нюка и поскакал к дому. А перед сном, уже лежа в своей постельке, Нюка еще раз взглянул на стеклянный шарик, положил его под подушку и укутался по лучшего одеяла. «Больше никогда, никогда не был!» Пробормотал он и сладко заснул. Вот какие прекрасные и добрые друзья в этой сказке! Старый Орлик хотел порадовать Нюку подарком, а тот спешил к Орлику, чтобы порадовать его. Вот бы и нам так научиться относиться к нашим близким и друзьям, стараться хоть чем-нибудь допорадовать их. Тогда наша жизнь будет наполнена радостью и добром. До новых встреч, мои дорогие! Ангелов вам всем хранителя! Субтитры создавал DimaTorzok